СПОНСОР ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ СБЕРЕЖЕНИЕ ДО 19 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ Здравствуйте, в эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шулепов. В последнее время в эфире нашего канала мы помимо городских, муниципальных и краевых властей еще обсуждаем вопросы государственные. Сегодняшняя программа она как раз такая, потому что гость нашей сегодняшней программы депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Ломекин. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Ну, поясню нашим зрителям. Наша сегодняшняя с вами встреча началась где-то неделю-две назад в эфире московского телеканала «Царьград ТВ». Там мне удалось задать вам вопрос, и мы договорились о сегодняшней встрече. К сожалению, наверное, этот канал не так популярен в Краснодаре, поэтому вопрос все-таки повторю, который задавал там. Удалось ли уже наладить взаимоотношения с новым главой Краснодара? Я знаю, что на эту региональную неделю вы планировали с ним отдельно встретиться. Удалось ли встретиться вот в эти дни? Ну, говоря о взаимодействии, здесь, конечно, надо окунуться в историю, поскольку мы с Евгением Алексеевичем работали в городской думе пятого созыва. И, естественно, система взаимодействия, она давно сложилась, поэтому, конечно же, контакт есть. И на сегодняшний день я посчитал ключевой задачей все-таки нам построить новую архитектуру взаимоотношений между депутатским корпусом, в частности, Государственной думой, и исполнительным муниципальным органом. Провели большое совещание, координационное такое, которое, на мой взгляд, положило начало такой системной, последовательной, совместной работе. Мы обсудили те задачи, которые поднимают жители в ходе избирательной кампании. То, что сегодня мы в ходе наших встреч получаем, поэтому убежден, что это должно положить хорошее начало плодотворной работы. Ну, в нашу прошлую встречу, примерно месяц назад, мы обсуждали с вами вопрос о приеме граждан. Мы обсуждали о том, что да, люди уже так или иначе стали протаптывать вот эту вот дорожку к вашей приемной и здесь, в Краснодаре, и в Денском районе. Вот то совещание, которое вы проводили, о котором вы только что сейчас говорили, может дать толщок еще к тому, что часть вопросов, которые можно решить на муниципальном уровне, с которыми к вам приходят люди, можно будет, а, решать быстрее и, б, более эффективно, выходя, ну, что называется, напрямую на там конечного исполнителя в виде замглавы или там начальника управления или директора департамента. Ну, говоря о нашей приемной, народная тропа туда не зарастала. Это помещение, в котором находилась приемная и депутатам законодательного собрания. И сегодня мы сохранили эту приемную и вместе с нашими коллегами из законодательного собрания ведем приемы и работаем в этом помещении. Оно находится на офицерской 52Б, в любой рабочий день там находятся и помощники, и, соответственно, есть график моих приемов. Но, говоря о системе, действительно очень важно, будь то Денской район, Краснодар, Тимошевский, Красноармейский, Калининский, вот очень важно выстроить эффективную систему взаимодействия депутатского корпуса и исполнительного органа. Мы договорились о том, что такие совещания должны быть ежеквартальные с тем, чтобы мы обладали полнотой информации происходящих моментов в муниципалитете. В то же время, вот со своей стороны, ведь огромное количество проектов, программ, государственных, федеральных программ, да и краевых, реализуются. И здесь участие города в них крайне необходимо. Наряду с этим, вот мое предложение, как раз-таки оно было услышано и поддержано, с тем, чтобы не уходить только в переписку. Потому что мы с вами понимаем, что это время и не всегда это эффективно. И здесь вопрос вот телефонного контакта, встречи, оперативного совещания, я думаю, что будет позволять как раз-таки муниципальные вопросы, с которыми зачастую жители и приходят. Потому что на приемы приходят люди и поднимают те вопросы, которые на 85-90% связаны именно с муниципальными проблемами. И вот нам надо, конечно, оперативней совместно вырабатывать механизмы решения этих вопросов. Но там и такие глобальные вопросы, как наши школы, подробно обсудили. И я рад, что при поддержке и Вениамина Ивановича, и Владимира Андреевича Бекетова, вот сегодня город Краснодар активно включается в федеральную программу по строительству школ. Это первые шаги. И вот мы много, наверное, лет все-таки занимались борьбой за школу на территории детского центра Ивушка. И сегодня хочется еще раз заверить в том, что процесс идет, мы этот процесс контролируем. К сожалению, не так быстро, как нам бы хотелось, как жителям бы хотелось. Но, тем не менее, уже шаги сделаны. И сегодня приступают к проектированию объекта на этой территории. И эту работу будем продолжать. Если позволите, к федеральным программам мы сейчас вернемся чуточку позже, чтобы уже закрыть вопрос с местной властью. Да, вы сейчас сами сказали о том, что с городом, с исполнительной властью удалось найти контакт. Этот контакт развивается. И дальше я очень надеюсь, что вот эта работа будет крайне эффективна. То, что касается округа, тем более, что вот та часть города Краснодара, которая попадает под ваш округ, она относится вот к Прикубанскому округу. Здесь как складываются взаимоотношения с исполнительными органами власти? Ну, дело в том, что Прикубанский округ, он, в принципе, исторически для меня близок, поскольку и городской избирательный округ, и округ Законодательного собрания, он был в Прикубанском округе. Поэтому, конечно же, там система сложилась уже годами. И сегодня команда эффективно продолжает работать. И глава, и его заместители принимали участие в совещании. Поэтому здесь работа, в принципе, выстроена. Понятно, что есть определенные сложности. В первую очередь, конечно же, финансовые, но мы с вами понимаем, финансов никогда не было в избытке. Но всегда можно находить форматы. И здесь, я думаю, что мы найдем именно механизмы, которые позволят нам оперативно и с округом, и с администрацией города находить форматы решения. Есть такое выражение о том, что лицом к лицу большое видится на расстоянии. Я понимаю, достаточно немного, может быть, времени прошло с того момента, когда вы в большей степени работаете в Москве, нежели вы работаете в Краснодаре. Но, тем не менее, ваш взгляд на те или иные проблемы, которые сейчас есть в городе Краснодаре, изменился вам или нет? Может быть, у вас появляется, не знаю, новое видение, как эти проблемы можно решать? Или пока еще об этом рано говорить? Вы знаете, на самом деле, действительно, лицом к лицу лица не увидать может быть. Но, с другой стороны, те вопросы, которые в городе были, они сегодня находят свое решение. И вот ключевой вопрос, конечно же, генеральный план. Мы вновь обсуждали эту тему. И мне кажется, что город на сегодняшний день делает шаги при поддержке администрации края в нужном направлении. Это как раз-таки серьезное переформатирование с резервированием земельных участков под социальные объекты, под зеленые зоны и так далее. Вот это ключевой шаг, который необходимо делать. И мы это видели и перед выборами об этом усиленно, я бы в выступлениях своих говорил. И сегодня, к счастью, это реализуется. Но вместе с тем, конечно же, ряд моментов, которые здесь мне виделись под одним углом. Сегодня мы, мне кажется, нащупываем форматы решения вопроса. Ну, в частности, на предвыборной кампании я много говорил о том, что, безусловно, городу Краснодару необходимо официально подтвердить статус города-миллион. И сегодня мы наряду... Ну да, это другие деньги, да, это другие программы, это другое взаимоотношение с федеральным центром. И с федеральным центром. Но и здесь есть такие нюансы, которые вот глубже погружаясь, начинаешь находить. Вот даже система соцобеспечения. Ведь расчет идет, исходя из тех статистических данных, которые есть. По статистике мы с вами знаем, что цифра... До миллиона мы не дотягиваем. Ну, далеко. Далеко не дотягиваем. К сожалению, далеко. А расчет выплат, он происходит, и вот формирование бюджета, там, на социальную сферу, он происходит из расчета той статистики, которая есть официально. При этом мы понимаем, что уже давно мы перешагнули этот миллион. И сегодня необходимо, конечно, находить форматы решения. Одна из задач, которую вот для себя ставлю, и я надеюсь, коллеги поддержат, с тем, чтобы мы либо внесли изменения в существующие нормативные акты, где отправной точкой взять не ту статистику и переписку, которая есть, а фактическое проживание, подтвержденное миграционной службой. Либо все-таки инициировать вопрос пересмотра количества жителей, вот официального пересмотра статистических данных в городе Краснодаре. И сегодня для Краснодара это действительно актуальный вопрос. А тогда, получается, вот решение этого вопроса, раз мы же заговорили о социальной сфере, да, это ведь даст дополнительный толчок к развитию города Краснодара. Насколько это длительный может быть процесс, и, скажем так, насколько коллеги, депутаты, которые представляют Краснодарский край в Государственной Думе, тоже готовы сейчас к этой работе подключиться, чтобы мы решили этот вопрос и начали двигаться дальше? Ну, ведь работа ведется по широкому фронту. На самом деле, на прошлой передаче мы с вами говорили о том, что создан Совет Законодателей. Я думаю, что это прекрасный консолидирующий шаг под представительством Владимира Андреевича Бекетова. И это позволяет нам теснить вот нашей командой взаимодействовать и общаться. И нельзя концентрироваться только на одном вопросе. Мы с вами понимаем, что жизнь очень оперативная, мы должны идти по широким фронтам. Есть на сегодняшний день четыре законопроекта, которые поручено нам сопровождать в Государственной Думе. И этой работой мы уже занимаемся. Наряду с этим есть еще девять законопроектов, которые зашли в Государственную Думу в том созыве, но это инициативы Краснодарского края. И вот те моменты, которые сегодня возникают, я обозначил вам вопрос статистических данных. Убежден, что коллеги поддержат в этом направлении, но ведь спектр вопросов намного шире. Мы проводили в стенах законодательного собрания рабочее совещание с Министерством транспорта. И целый пакет инициатив, которые министерством подготовлен, рассматривали и сейчас будем прорабатывать. То есть вы будете его забирать с собой и там уже... Да, и будем его стараться двигать. Здесь, конечно же, есть определенные сложности, есть специфика края, которая не всегда так интересна другим субъектам. Но в то же время есть вопрос, который волнует многие субъекты Российской Федерации. И здесь мы будем искать союзников с тем, чтобы оперативней эти законопроекты получили в официальную поддержку Государственной Думы. Сделаем небольшой перерыв, посмотрим рекламу, потом обязательно вернемся к нашим разговорам. Рекламу на нашем канале. Мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о городе Краснодаре. Мы сегодня говорим о том, как город Краснодар представлен в столице нашей Родины. В данном случае в Государственной Думе Российской Федерации. Дмитрий Викторович, еще одно событие, которое, безусловно, мне кажется, будет очень сильно влиять на вашу работу. Это 80 лет Краснодарскому краю, который мы будем отмечать в этом году. Ближе к сентябрю будут большие торжества. Мне кажется, это такой хороший повод для того, чтобы напомнить про край. Сказать, ребята, у нас 80 лет, давайте, может быть, какие-то подарки нам сделаем. Примем какой-нибудь законопроект, который нам что-то поможет. Готовится сейчас депутатский корпус в Москве, чтобы презентовать край, чтобы о себе напомнить. Может быть, запланировано ряд каких-то событий, в которых вы будете принимать участие по, скажем так, популяризации края в нашей стране. Ну, действительно, для нас с вами это событие. Я думаю, что это не только событие для жителей края, но это и событие для страны, поскольку наш регион является по праву одним из лидеров экономического роста. И сегодня на фоне всех санкций, конечно же, сельское хозяйство, кое является основой нашего края. Ну, такой определенный локомотив, и мы показываем высокую планку, высокий задел. Но я бы не хотел опережать события. Здесь готовится целый пакет таких вопросов, презентационных. И я думаю, что губернатор сформулирует нам задачу, в которой мы будем вместе принимать участие и реализовывать. Но, мне кажется, помимо того, что мы должны, конечно, презентовать и в стенах Государственной Думы, и Советы Федерации с нашими коллегами, очень важно приглашать к нам в гости. Вы знаете, когда всегда же говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И на своем примере подтвержу, что когда приезжают, привожу коллег сюда, люди по-другому воспринимают Кубань. Потому что изначально, да, Кубань, вы вот вечно рассказываете, как у вас хорошо. И когда приезжают, убеждаются в том, что это не просто красивая, благодатная земля, но здесь живут люди-труженики, которые действительно это все создают. Мне кажется, очень важно нам сюда и притащить в гости наших коллег. Я думаю, что мои коллеги из Комитета по делам национальности, мы этот вопрос уже проработали. Они с таким трепетом ждут этого момента и хотят побывать у нас в гостях на пространстве. Не, ну опять же, то, что касается, не знаю, вопросов национальных, вопросов национальности, здесь в Крае, во-первых, ну мне так кажется, да, и работа достаточно интересно выстроена. И, фу-фу-фу, никаких конфликтов их нет, да, и та работа, которая уже проводится сейчас, она как раз, ну, не знаю, можно ли ее брать как эталон, но, по крайней мере, рассматривать как рабочий момент вполне возможно. У нас очередное заседание Комитета проходило, и в нем принимал участие Игорь Вячеславович Баринов, это руководитель Федерального агентства по делам национальностей. Как раз в ходе этого заседания я выступал и пригласил его с тем, чтобы агентство изучило уникальный опыт Краснодарского края в части создания центров национальных культур. Вы знаете, они у нас, четыре таких центра, очень эффективно работают на территории края, один из них в городе Краснодаре. Но, и действительно, ведь межнациональное, межконфессиальное согласие, которое у нас в Крае есть, это уникальный опыт, который надо изучать, и надо помогать другим субъектам брать на вооружение. Но комитет и агентства также в своих полномочиях имеют курирование такого важного направления, как казачество. Поэтому здесь еще одна тема для глубокого изучения, поскольку именно наши кубанские казачьи войска являются локомотивом возрождения казачества в России. Партийная дисциплина, если позволите, об этом поговорю, вернее задам вопрос. Перед началом региональной недели в средствах массовой информации была новость о том, что исполком Единой России на этой региональной неделе рекомендовал депутатам, в том числе Государственной Думы, ознакомиться с ходом реализации партийных проектов в регионах. Были поставлены задачи местным исполкомам в этот приезд, в этих совещаниях, встречах и приеме граждан. Удалось ли посмотреть, как реализуются региональные партийные проекты, в каком состоянии сейчас находятся вот эти партийные дела? Ну, во-первых, безусловно, партийная дисциплина никто не отменял. Конечно же, мы работаем не просто в тесной связке, а мы часть этого процесса. Поэтому и сейчас, в эту региональную неделю, мы проводили большое мероприятие, отчет о работе законодательного собрания, депутатов законодательного собрания. И я, и Владимир Иванович Евланов принимали участие в этом мероприятии в городе Краснодаре. И, мне кажется, очень полезный, обстоятельный разговор прошел. И огромный пласт информации, который не всегда присутствует в публичном пространстве, вот он был донесен до наших жителей. И также двусторонняя связь, поскольку большое количество вопросов волнующих жителей тоже было поднято. И на этом мероприятии я подробно говорил о тех новых проектах, которые есть. Это четыре направления. В первую очередь, это городская среда, благоустройство дворов. К Краснодарскому краю при определенных усилиях нашей, в том числе, команды удалось почти миллиард рублей из 20 миллиардов на всю страну получить. Это 973 миллиона. На условиях софинансирования более 600 миллионов будет софинансировать бюджет края. Соответственно, эти деньги будут направлены на крупные города, на благоустройство дворов. Сегодня идет обсуждение сумм. К сожалению, те суммы, которые называются, наверное, не в полной мере удовлетворяют нас, как представителей города Краснодара. Но, надеюсь, будет найден такой баланс оптимальный. Тут и программа эффективно будет реализована в этом году. Наряду с этим еще три программы. Одна на поддержку домов культуры. К сожалению, не так огромна сумма, как хотелось бы. Но, тем не менее, это почти 50 миллионов рублей на ремонт и поддержку домов культуры. Также программа для малых городов. Это парки малых городов. Там порядка 19 миллионов, чуть больше направляется. И поддержка муниципальных театров. Вот такие четыре проекта сейчас реализуются наряду с теми, которые были у партии. Но сегодня вот четыре новых, которые заложены в бюджет 2017 года. То есть это то, что нам еще только будет предстоит реализовать. Это на 2017 год. А те проекты, которые уже идут, которые так или иначе набрали ход, за ними продолжается пристальное внимание. Насколько готовы те люди, которые представляют партию на местах, в данном случае, в городе Краснодаре, насколько они готовы отчитаться об этом? Насколько, на ваш взгляд, и кто должен давать оценку, насколько эти проекты работают эффективно? Ну, безусловно, оценку эффективности должны давать жители. Мы с вами понимаем, что конечный потребитель, это наши граждане, и оценку должны давать они. Но проекты реализуются, реализуются очень активно. У каждого проекта есть куратор, есть команда, которая им занимается. И вот к чести, на мой взгляд, нашего краевого отделения, мы на каждых мероприятиях устраиваем презентацию отчет о проделанной работе за тот или иной период. И такая практика сложилась уже несколько последних лет. Поэтому здесь нет возможности взять паузу. Постоянно надо, конечно, реализовывать. И мне кажется, что эффективно. И вот программа направлена на поддержку семьи, на поддержку многодетных. То есть, такие социально важные проекты. Но наряду с этим у нас есть проекты по строительству, вы знаете, спортивных объектов и проект чистой воды. Это те проекты, которые не просто искусственно появились, они выстраданы, они актуальны. И поэтому они реализуются партии. Этот год для... Ну, не буду брать всю страну. Возьму Краснодарский край, он будет достаточно интересным в плане партийной работы. Я сейчас говорю про выборы в законодательное собрание Краснодарского края, которые должны состояться. Мне кажется, что в этой обстановке партия должна набирать какие-то определенные обороты. Не ждать, когда уже там будет все это объявлено, начинать работать сейчас. Вы там на себе ощущаете, что уже мы готовимся, мы начинаем к этому готовиться, мы начинаем, что называется, показывать товар лицом. Знаете, выборы начинаются на следующий день после подведения итогов. Поэтому здесь работа не останавливалась. Я скажу, что темп команды ребят, которые со мной работают, я всегда говорю, ребят, давайте сейчас вот выложимся и чуть-чуть отдохнем, но чуть-чуть отдохнем, оно же сдвигается. Поэтому буквально один день после выборов еще ребята отдыхают, и на следующий день мы полноценно продолжаем работу. И я вижу, что это не только моя система, это система и у моих коллег, и, безусловно, вот наше региональное отделение партии. Это постоянный такой серьезный процесс рабочий. Нет момента, что когда-то мы подождем и начнем заниматься выборами. Нет, это постоянная, ну не хочу сказать рутинная, это ежедневная кропотливая работа. И я вижу, что коллеги нацелены на результаты, и самый главный результат, это, конечно, улучшение качества жизни наших жителей. Наверняка, ну, исходя из той логики, о которой вы сейчас рассказывали, вы уже начали готовиться к следующей региональной неделе, которая будет там, ну, чуть меньше, чем через месяц начнется. Что-то уже туда отложено, что-то, какие-то вопросы вы уже на ту неделю наметили. Если, конечно, об этом можно говорить, и много ли еще работы до конца этой региональной недели у вас осталось? На следующую региональную неделю мы уже ведем... Сверштали план? Ну, он пока в таком стадии формирования, но у нас запланировано подписание соглашения между ветеранской нашей организацией Прикубанского округа с аналогичной организацией Калининского района. Мы сегодня ведем эту работу с тем, чтобы ознакомить наших ветеранов из разных территорий, дать им возможность общения, дать им возможность взаимообогащения, и эту работу будем продолжать. Поэтому мы уже сегодня планируем и следующий месяц, и уже апрель. То, что будет дальше? Вот те мероприятия, которые мы планируем. Ну что ж, спасибо большое, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, я еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорили о государственных делах, мы сегодня говорили о работе депутатов Государственной Думы Российской Федерации, гость нашей сегодняшней программы, депутат Госдумы Российской Федерации, Дмитрий Ломейкин. Еще раз большое спасибо. Спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Спонсор программы – финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения до 19% годовых. Продолжение следует...